Чемодан, вокзал, Америка! Супрун, чемодан, вокзал, Америка! Медики из Запорожья, Бердянска, Палог, Каменки и Токмака собрались на площади перед зданием облгосадминистрации с плакатами «Нет уничтожению скорой помощи». Говорят, предложенные Минздравом изменения не позволят оказывать необходимую помощь пациентам. Мы против данной реформы, потому что это недопустимо, что убирают врачей из бригад, людей с высшим образованием, оставляют фельдшеров, которые будут переквалифицированы в парамедиков, и они вместе с водителем будут оказывать эту помощь. Парамедики – это люди, которые, ну, не знаю, проходят, ну, не получают они того образования, которое получают, допустим, доктора. И если со скорой убрать врачей, это смерть для народа полностью, это геноцид. Еще летом исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун предложила внедрить в Украине канадскую или американскую модель медицинского обслуживания. Ее суть заключается не в предоставлении больному первой помощи бригадной скорой, а в быстрой доставке пациента в ближайшую больницу, где ему должны поставить диагноз и оказать квалифицированную помощь. Для людей, для жителей нашей страны это катастрофа. Слова Супрун была такова. Мы проведем шоковую терапию в Украине. Это будет не шоковая терапия, это будет гибель наших людей в нашей стране. Мы категорически против этого. Медики говорят, реформаторы не учли, что реалии нашей страны отличаются от американских. Поэтому выступили против этой инициативы. В сентябре, собрав более 10 тысяч подписей, направили в Верховную Раду и Кабмин обращение о недопустимости такой реформы системы экстренной помощи. Система медичной допомоги, которую запровадживает паня Супрун, это доставка всех пациентов, абсолютно всех, до лекарей. По дорогам, которых в Украине нет, до лекарей, которых нет в Украине, по тем стандартам, о которых паня Супрун рассказывает. Ну и, скажем, в машинах, у которых тоже очень много для них вопросов. После завершения митинга возле облгосадминистрации колонна медиков отправилась к зданию горосполкома. К участникам акции вышли представители власти. Заместитель городского головы отметил, муниципалитет не может влиять на решения министерства, но в качественной работе службы скорой помощи заинтересованы все. И если, еще раз говорю, представители скорой помощи здесь собрались и считают, что эти действия будут, не дай бог, как вы говорите, гробить, либо снижать уровень качественной помощи, то, конечно же, мы с вами. Поэтому за любое улучшение мы с вами. За повышение качества предоставления услуги мы с вами. За повышение социальных стандартных работников скорой помощи мы с вами. Поэтому я уверен, что все эти требования и наработки, которые профессионалы скорой помощи наработали, я просил бы, чтобы мы тоже их получили. И мы и на Ассоциации городов поднимем этот вопрос. И также хотелось бы поучаствовать и понять, во что же хотят превратить скорую помощь. И если понадобится, мы тоже станем активными участниками. Татьяна Глебова, Олег Мовчанюк, ТВ5. Продолжение следует...